доставил карты на базу на их расшифровку потребуется время так что выбирать новый пункт назначения пока рано тем более что у нас есть более насущные проблемы большинство ребят слегли от жары и обезвоживания авроре чтобы сдвинуться с места нужно много воды и топлива все это есть у местного бандитского главаря барона но делиться он не спешит учитывая нашу тяжелую ситуацию и опыт общения с нефтяниками полковник принял решение взять все силой до мир уже отправился на разведку к главному источнику откуда можно угнать целую цистерну воды я должен встретиться с подалеку от источника интересно как прошли у нее до переговора что же попросил барон взамен хотя я могу предположить что именно поэтому неприемлемое это для нас но это ладно так у нас сейчас основная задача это найти воду мы должны встретиться с дамиром а потом скорее всего у нас сразу же начнется что нам нужно добыть топливо для авроры чтобы отсюда убраться чертям собачьим потому что здесь нас собственно ничего не держит кроме этого мы сюда ехали ради карт мы карты достали в принципе это не так уж было бы убыточно для барона что мы забрали эти карты из центра связи но появились такие нужные нам вещи в виде воды в виде топлива просто так договориться мы с ними не смогли поэтому мы забираем это все силы иначе никак забираем то что нам нужно и уезжаем дальше искать мир где можно жить на место где можно жить не опасаясь за свою жизнь чистый воздух красивые виды не знаю даже после такой катастрофы если это вообще такой уголок но артем в это верит честно говоря мне кажется он немного слепо в это верит и да я все таки добралась до последней книги до третьей части метро дмитрия глуховского метро 2035 и честно говоря я очень сильно разочарована я ожидала от книги чего-то большего в принципе я ожидала чего-то такого же фееричного наверно как и просто метро 2033 книга но нет все оказалось не так и вообще игра и книга это такое ощущение как будто совершенно два разных в общем это две разные вещи они не очень похожи да может быть общая задумка да может быть основана на событиях книги метро 2035 глуховского но все совсем все совсем иначе абсолютно иначе начиная с артема заканчивая какими-то сюжетными разветвлениями да потому что артем в игре но я понимаю что артема в игре совершенно нет реплик он и не говорит но и то что мы за него играем в принципе это артема лиц олицетворение игрока да то как он играет либо по остался проходит парень варен варен на честь он закончил я продолжу свою мысль варен 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 Интересно, я могу их просто объехать? Люди, они разбили меня. Нет, я не должна их убивать, потому что это рабы. Нет? Вроде как да. Они должны были выбить мне стекло. Увидели эти осколки? Но лобовых у меня в порядке. Как так? Блин, я уже где-то рядом. Ладно, вот, я продолжаю свою мысль. Даже если независимо от того, что у Артёма здесь нет реплика, мы всё равно это олицетворение игрока, потому что кто-то проходит по стелсу и получает хорошие концовки. В кавычках. Кто-то проходит не по стелсу, убивая почти всех подряд, считая их всех своими врагами, и получает плохую концовку. Но суть не в этом. Артём в книге совершенно неправильный, что ли, на мой взгляд. Он совсем другой. Он отличается от того Артёма, который был в самом начале. Я понимаю, да, что он стал таким матёрым солдатом и бла-бла-бла. Но в некоторых случаях это переходит все границы, и, по-моему, он слишком зациклился на своей мечте найти тот мир и место, где можно жить на поверхности, то есть выйти из метро. И мало того, что он сам к этому стремится, да, в принципе, как и здесь. Но в книге он тянет всех из метро наружу. И всех, кого он про это говорит, и всех, кого он тянет, все умирают. То есть он косвенно их убивает, получается так, да. Здесь, да, в принципе, здесь это есть. Но здесь они сами за ним идут. То есть в книге и в игре это всё показано совсем иначе. Второе, что отличается, это отношения Ани и Артёма. Здесь в игре и в книге. В книге они вообще не общаются. В книге их отношения, я даже не могу назвать их там мужем и женой, совершенно никем. Они такое ощущение, как будто не близки. Здесь, здесь всё иначе. Здесь прям любовь и розовые очки, розовые сопли и всё в этом духе. То есть здесь действительно видно их отношения. А там ему, в принципе, плевать на Аню, да, на её мечты. И он просто идёт тупо, как танк к своей. И не важно, что люди умирают вокруг него. И то, что Ане из-за этого плохо. Не, ему плевать. В книге здесь это не так. То есть книга и игра совершенно отличаются. И честно говоря, мне игра нравится намного больше, чем книга. Потому что я действительно ожидала чего-то грандиозного от третьей части метро. Дмитрия Глуховского. Но она меня разочаровала. Я не говорю, что книга плохая. Нет. Опять-таки, это просто моё мнение. Моё личное мнение. Что книга меня разочаровала, да. Не так, как игра. Хотя Абрамс и игра не понравилась. Давай уже идти. Я без понятия вообще, куда идти. Честно говоря. Ты до мир ведёшь пока что. Поэтому нам надо добыть воду. И не убивая рабов. Ну вот. Метро 2034 вообще не поняла особо эту книгу. Такое ощущение, как будто Дмитрий Глуховский как-то через силу её писал. И она очень тяжело далась. Далась вообще ужасно. Давай, подсажу тебя. Там речь идёт о Хантере. Ну, я в принципе не буду рассказывать. Но это основное, да. От чего лица идёт рассказ. Тяжело читалось. Очень тяжело. Не видно ни хрена. Погоди. Маски. Это какая-то настенная живопись, что ли? Да, война вправду загнала нас в каменный век. Вплоть до наскальных росписей. Угу. Наскальные росписи. Ладно, короче, пока Дамир там пройдёт вперёд, я думаю, что нам сюда больше, в принципе, идти некуда. Один ход. Кошмар какой-то вообще. Что здесь творится? Я думаю, он живой? Мёртвый? Ну, думаю, что мёртвый. Потому что они обычно так ныкаются. Эти упыри. Да дофига. Походу, дело, что дофига. А, вот и они, заныканы. Про что я и говорю. Дамир, ты мне помогай, блин. Они кидаются в меня, блин. Опять какими-то камнями, кирпичами начинаем. Вот так вот, спасибо. Дамир, большое спасибо за помощь. Ты вовремя. Кажется, все. Ну, погнали дальше. Погнали, давай, погнали. Живее, живее, живее. Сколько их? Слышишь? Да, слышу. Конечно, я их слышу. Уже в наушниках играю. Я их отчётливо слышу. О, да. Сейчас, подождите. Фильтр поменяем. Потом будем воевать. Я не хочу спускаться. Но, походу, дело надо. Я надеюсь, сверху они не полезут у меня за спиной. Дамир, только не сгори, пожалуйста. А, ну они, в принципе, сгорят. Надеюсь. Блин, сколько же на вас патронов? Нет, они всё-таки идут сверху, да? За спиной у меня. Так, у меня есть что-нибудь? Да, у меня есть бомба. Вроде как подействовало, да. Главное, нас не убить. Ненароком. Меня и Дамира. На мост, а на право. Хорошо. Похоже, почти выбрались. Давай за мной! Не кричи, ты, в принципе, рядом. Я и так тебя отлично слышу. Вот проход к источнику. Полезли? Давай, ну давай. Чем быстрее эти развалины пройдёшь, тем лучше. Потому что всё может нечаянно обвалиться в самый неподходящий момент. Так, воздух вроде чистый. Снимай маски. Ну что, дальше только ползком. Геоль говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что... Давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Я знаю, что рабов не надо убивать. Это я прекрасно знаю, Дамир. Это всё я прекрасно знаю. Убивать можно только нефтяников. Но, в принципе, я стараюсь вообще проходить, не убивая никого. Но иногда так не получается. Ну... Пришлось Волгу перепроходить для того, чтобы спасти князя. Потому что я не думала, что всё так плохо. Ворота, похоже, и звон, твои башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход. А ты прыгай на цистерну. Блин, ни хрена не понятно, что надо делать. Ладно. Не вопрос. Понять бы ещё, кто из них... Да нет, в принципе, понятно, кто из них нефтяник, а кто нет. Да, рабов мы не трогаем. Не переживай, я не буду тебя убивать. Хотя у них есть ещё и вооружённые рабы. И вот меня интересует вопрос. Можно ли оглушать этих вооружённых рабов или нет? То, что есть рабочие. Они работают, они без оружия, они просто убегают. Вот и всё. И поднимают руки вверх. А есть у них ещё вооружённые рабы. Да и я не буду с тобой ничего убивать. Так вот. Не должны меня сейчас... Я на всякий случай. Рабы... Да нет, они говорят. Они разговаривают. Это тот же разговаривал со мной, что типа он меня не сдаст. Или что-то такое. Просто я выключаю везде свет, а в принципе становится довольно темно, чтобы... Да нет, их можно различить, но... От греха подальше. Будем стараться, короче, их оглушать, если есть такая возможность. Где ты? Это за кто, интересно? Ладно, хрен с ним. Где надо, там и прячусь. Не найдёшь меня. Блин, ещё собаки. Походу, дело ещё собаки где-то есть. Вот так вот. Так, заберём... Твои модификации. Нет, это я, конечно, зря. Ладно. Они просто меня услышали. Так, вот кто-то есть. Не сразу почему-то он мне дал возможность его оглушить. Нажать собак нельзя оглушать. Ну вот. Ну вот, просто сквозь клетку. Сквозь текстуры. Всё правильно, так и надо. Вот, это раб. Вооружённый раб. И я не могу с ним ничего сделать. Мои... Опасения подтвердились. Убивать я его не могу. Иначе я всё завалю нафиг. И оглушить я его не могу. Нет, не могу. Ладно, иди, короче, нафиг. В общем, просто тогда убегаем от него, да и всё. Хилок, я надеюсь, мне хватит. Убегать от этих вооружённых... Вооружённых рабов, блин. Которых нельзя оглушить. В спину. Негодяй. Просто негодяй. Нельзя так. Короче, надо убегать от него, блин. Хорошо, что он не с оружием, а с молотком. Дамир, а ты-то где? Перезаряжайся. И ты это кричал или нет? Ты мне помогаешь вообще, Дамир? Или я здесь... Он сидит. Так, этот раб всё там так и бегает. Да, вон он вооружённый. Куда мне идти? Вот тут кто-то есть, нет? Ай-яй-яй. Какой он подонок. Я его, блин, не убиваю. А он негодяй. Просто мне в спину. Так, ладно. Больше никого нет. Иди ты нафиг. Так, не упасть бы только. Всё, ты закончил? Да, закончил. Так, наверное, мне сюда. Я думаю, что да. Мне надо подняться наверх. Подняться наверх. Так, сейчас. Так, вроде все. Здесь нет ничего, значит, я правильно шла. Хорошо. Так, ага. Здесь где-то должен быть рычаг, я думаю. Вот оно. А, вспышка. Отлично. Вы молодцы, ещё одна вспышка. То, что мы не убивали рабов. Невиновных. Невинных людей. Давай на мир. Держись! Да ты сила, Ач Артёмка, на одной руке, блин. Мог бы и притормозить, в принципе. Чтобы мы нормально залезли в машину. Порвались. Артём засыпает, что ли? Да, Артём засыпает. Ну ладно, поспим по дороге. Конечно, по таким ухабам я не знаю, как можно заснуть. Пальба. Мы вовремя. Стоит нешуточная пальба. Они решили на нас всё-таки напасть. Наконец-то. Куда, скажешь мне? Куда? Мне-то куда? Дайте мне оружие. Сейчас я зайду с фланга. Дайте мне только оружие, блин, наклиматься. И всё. Артём, приходи в себя. Сейчас мы... Сейчас мы что-нибудь придумаем. Прекрасно. У меня нет патронов для этой осечки. Надо оружие почистить. Не заверяйте. Не заканчивай. Так, ну молотов, котель молотова еще есть у меня. Ну, они сейчас сгорели, нет? Ладно, надо их обойти здесь. Сейчас попробуем. Там еще один был. Ага, вижу тебя. Куда побежал? Да блин, я целюсь прям в голову, не попадает нифига. С такого роста я не попадаю. Я знаю. Я это и так прекрасно знаю. Просто я, блин, молочина. Могли бы сами уже давно с фланга пройти. То есть прям сквозь проходит, да? Разброс адский. Все, наконец-то. Прекратить огонь! Все целы? Да! Целы! Цэм, проверь нападавших. Останешься там наблюдать за подходами. Я ко мне! Сейчас. Подожди. Надо пособирать полезности. Им все равно больше это не нужно. А мне нужно. Хм! 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 Ха! Субчиков этих отделали, а? Да, не дурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? Много. Семь сотен, думаю. Семь сотен. Охренеть. Тогда нам явно надо убираться, забирать топливо и сваливать. Вот-вот, Крест, я с тобой полностью согласен. Они вряд ли за нами поедут. У нас собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много не был, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело Ермак Крест. Целую цистерну забрать. Охренеть. Ну, ладно. Я надеюсь, они не будут долго горевать по этому поводу. Все равно они отсюда никуда убираться не собираются. Я знаю, да, как всегда. На нас все самое сложное. На мне. На Артеме, в общем. Аня, идиот. ТТшник. Ребята, сворачиваем лагерь. Это все, да? Это все. Ну, хорошо. Не забудь проверить снаряжение. Ладно, осталась, короче, цистерна, топливо и все. И мы убираемся отсюда нафиг. Может, все же попробовать договориться? А, я так и думала. Да, все, я так и думала. Ну, до следующей серии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...